Иногда одного семейного тепла недостаточно, чтобы согреться в мороз. Инспекторы пожарного надзора регулярно проводят рейды по так называемой группе риска. Несмотря на такое негативно окрашенное название, входят в нее не только асоциальные элементы, но также пожилые люди и многодетные семьи. К последним в гости пришли сотрудники МЧС в сопровождении нашей съемочной группы. С сотрудниками отдела надзорной деятельности городского округа Иваново на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров и гибели на них детей. Особное внимание уделяется профилактике правонарушения в области пожарной безопасности мест проживания многодетных семей. В связи с этим и возникла необходимость проведения такого рейда. В доме Толстоуховых четверо детей. Двое старших – школьники, еще один посещает детский сад. Четвертый малыш в семье появился не так давно. Первое, что замечает профессиональным взглядом инспектор – обогреватель около детской кроватки. Напомню, Ольга Александровна, что обогреватель должен находиться на таком расстоянии, на безопасном, примерно где-то 0,5-1 метра от горючих предметов, от одеяла, от коляски, от занавесок. Многодетная мать рассказывает, правила пожарной безопасности в их семье знают, соблюдают сами и детей учат. Обогреватель – вынужденная мера. Газовый котел, которым должен отапливаться дом, пришел в негодность. Семья заменила его, вот только газовая служба до сих пор не подключила оборудование. Дом в муниципальной собственности. Газовики и Ивановская мэрия не могут договориться между собой. Домашний очаг не греет уже три месяца. Они загоняли нас по этим инстанциям, и никаких этих изменений нет. Из газовой службы в администрацию, из администрации мы не решаем такие проблемы. В общем, я не знаю, что делать. Даже то, что маленький ребенок двухмесячный, все равно. Идите туда, идите сюда, нам надоело, мы плюнули на это. Потому что уже куда бежать, я не знаю. Писать Путину, но я в это не верю. В похожей ситуации оказалась еще одна многодетная семья. У Натальи Андреевой четверо детей. Трое школьников, младшему пять. Год для семьи начался с ЧП. 25 декабря у нас дело в том, что разорвало батарею и пошел кипяток. Мне пришлось вызвать ночью аварийку, и батарею просто перекрыли. Там стоят заглушки, батарею отрезали, и мы, в общем, замерзаем. К счастью, в комнате в этот момент никого не было, иначе ошпарило бы кипятком. Без центрального отопления семья живет уже месяц. Греются так же, как и наши предыдущие герои. Обогреватели в каждой комнате. Не раз уже обращались в управляющую компанию с просьбой починить систему отопления. Пока безрезультатно. Я вызывала с управляющей компанией слесаря, который сказал, что необходимы деньги для ремонта. Денег у меня, к сожалению, нет. Назвал сумму тысячу рублей. Он сказал, что здесь необходимо заменить какие-то элементы в этой батарее, чтобы ее как бы возобновить работу. И нужно отключить от отопления весь дом. Вот в этом проблема. Повезло, что инспекторы посетили эти семьи. Ведь использование электрообогревателей повышает риск возникновения пожара. Особенно, когда в доме маленькие дети. Одна неосторожность и может произойти непоправимая. Потому каждой семье на память гости в погонах оставили буклет с правилами пожарной безопасности. Знать, которое будет полезно и взрослым, и старшим деткам. А также огнетушители. Надеемся, семьям они не пригодятся. Но и лишними не будут. Когда речь идет о безопасности детей, лучше перестраховаться. Историй двух многодетных семей, оставшихся зимой без отопления, мы не оставим без продолжения. И проследим, чтобы люди, ответственные за погоду в доме, исполнили свои должностные обязанности. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.